На радостях решили они не откладывать венчание. Свадьбу сыграли в Буроме на Петров день. Казалось, отродясь, не видели на этой земле такой красивой пары, как князь Петр и деревенская девушка Февронья. Свершился промысел Божий. О таких браках говорят, что они заключаются на небесах. В каждой религии есть примеры семейной верности и любви. Таковыми у православных являются святые супруги Петр и Февронья Муромские, покровители христианского брака. В их жизни воплощаются черты, которые славяне всегда связывали с идеалами супружества, взаимной любовью и верностью, благочестием, рождением детей. В народе 8 июля День Петра и Февронья уже давно считается счастливым для брака. Ранние славяне в этот день праздновали помолвку. Поэтому праздник семьи, любви и верности стали отмечать и белорусы. На службу храм святых благоверных князей Петра и Февронья Муромских города Бреста православные верующие приехали с самого утра. Молодые супружеские пары, незамужние девушки, юноши, люди старшего поколения, совсем малыши. Семья во все времена была наивысшей ценностью. Сегодня обрещание, как и их дальние предки, также осознают, насколько велико ее значение, как важно не просто создать, но и сберечь супружеский очаг. В помощь покровители Петр и Февронья, чей день ежегодно отмечают православные верующие. Я хожу каждый год сюда, почитаю этих святых. Пришла на праздник. Семья все-таки это первостепенно, и так как это покровители семьи, эти святые, то это очень, считаю, так символично и важно. И всегда молимся им. Я вот за своих деток. У меня дочка уже вот замужем, сын, хочу, чтобы все хорошо сложилось. Символично, что в день памяти святых благоверных Петра Февронью Муромских в одноименный приход преосвященнейшим Иоанном, епископом Бресским и Кобринским, была доставлена икона Иверской Божьей Матери, написанная на Святой горе Афон. По преданию, она была создана евангелистом Лукоя, долгое время находилась в Никее, в начале XI века прибыла в Иверский монастырь, в честь которого и получила свое название. Главное предназначение образа – помощь людям, которые раскаялись в своих грехах, способствование появлению в себе новых сил и становлению на правильный путь. Брещане, собравшиеся в праздничный день в храме святых благоверных Петра Февронии, хотели получить успокоение и защиту. Привезли ее, как сегодня святой Иоанн Бресский привез ее в этот храм. Храм построен в честь праведного Петра Февронии, и вроде как икона привезена на постоянное место. Хорошо, что в наше время сейчас сделали вот такой праздник семьи, и тем более икона, да, конечно, это очень важно. В Бресском приходе святых благоверных князей Петра и Февронии Муромских, икона Иверской Божьей Матери, будет находиться постоянно. Каждый верующий имеет возможность прийти и поклониться святому образу, помолиться за себя и своих близких, попросить о душевном успокоении. День святых благоверных Петра и Февронии Муромских – часть традиции нашего народа. Брещане почитают этот религиозный праздник, хорошо знают красивую историю любви князя и княгини Муромских. Раньше в этот день совершались помолвки, а уже после окончания Петрова поста пары венчались в церкви. Сегодня современные молодые люди ничуть не отстают, придавая большое значение символичной дате. Верующие в праздник по традиции идут в церковь, покупают иконы с изображением святых. Самое главное – люди искренне верят в силу благоверных Петра и Февронии, главных покровителей брака, явивших пример сильного чувства и преданности. Субтитры создавал DimaTorzok